Является ли атеизм верой? То, чем я с вами сейчас поделюсь, я не придумал, кстати, сам. Я это услышал еще в студенческие годы от преподавателя философии, который, что интересно, далек от того, что принято считать верой, и тем более христианством. Так вот, чтобы знать, что Бога нет, нужно знать все. Чтобы знать, что Бога вообще нет, нужно знать вообще все. Потому что иначе информация о Боге может быть нам просто пока недоступна в силу того, что мы не все знаем. То есть, если бы даже кто-то знал половину всего, это бы не давало ему оснований говорить, что он знает, будто Бога нет. Потому как он еще не знает всего, а значит, Бог может быть, но в той половине информации Вселенной, которую он пока еще не знает, так как он знает лишь половину всего. Однако, конечно же, никто из нас не знает даже половины всего. Мы прекрасно понимаем, что атеизм – это идея, говорящая, что Бога нет. Забавно, но только тот, кто знает вообще и абсолютно все, может знать, что Бога вообще не существует. Но тот, кто знает все это по определению Бог – вот такая забавная ирония. Поэтому атеизм – это всего лишь религиозное мировоззрение, основанное на вере в то, что Бога нет. К тому же, атеизм – это еще и социально опасное мировоззрение. Пора открыть глаза на правду, пора признать факты. Страшнейшие диктаторы, маньяки и другие люди были безбожниками. Они отвергали библейское христианство и воплощали в жизнь свои безбожные идеи. Сталин, Гитлер – ребята, устроившие стрельбу в американских школах, и не только в американских уже, которые убивали других просто так. Это были люди, верующие, да, не спорю, но верующие в атеизм, верующие в безбожие, верующие в эволюцию и тому подобные вещи. Поэтому атеизм является еще и верой социально опасной, которую нужно изолировать от общества. Атеизм, кроме прочего, убирает также саму возможность иметь мораль. То есть он не только аморальный, но он убирает возможность иметь мораль. Поясню это на таком примере. Предположим, у меня есть две бутылки с газировкой. Номер один и номер два. Если я их потрясу и открою, что произойдет? Верно, пойдет пена. Но как можно сказать, у какой бутылки пена правильная? Ведь нет стандарта пены. Вот так же и с атеизмом. Атеизм это мировоззрение, которое отвергает абсолютные стандарты. Которое отвергает законы, и тем более законодателя. Так если нет стандартов, как можно говорить, что что-то правильно, а что-то неправильно? На каком основании? Ты так считаешь? Президент так считает? А какое? Другим делом, этого пока не считают. Даже если все считают определенным образом, но эти все являются лишь случайным набором молекул, как учит атеизм, то какой смысл пытаться вообще говорить о понятиях, что кто-то прав, кто-то неправ? Это так же бессмысленно, как говорить о том, что у одной бутылки пена правильная пошла, а у другой неправильная. В рамках атеизма такое невозможно, потому что нет стандартов о том, что правда, точнее, что правильно, скажем точнее, а что неправильно. Стандартов нет. Ты считаешь, что убивать просто так нельзя? Можно найти миллионы других людей, которые считают, что можно. Кто из вас прав? И что такое вообще моральная правота, если люди – это всего лишь набор химикатов? Такое понятие, как мораль, не может существовать в принципе. И этому учит атеизм. Опять же, я это не придумал. Это логически следует из того, о чем говорит атеизм. И думающие люди уже давно это поняли.